Здравствуйте, с вами канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про бретонского Эпаньоля. Бретонские Эпаньоли одна из самых распространенных легавых в США и Европе. Родиной этой собаки считается французская провинция Британь. Именно здесь были найдены первые письменные упоминания об этих животных в конце 19 века. Сегодня представители породы охотники ценят за послушание энергичность, а владельцы охоты, не увлекающиеся, находят в этих животных преданных общительных питомцев. Характер собаки абсолютно замечательный. Вообще охотничьи собаки, если они по-настоящему охотничьи, они очень добрые, очень, ну так скажем, к людям относятся великолепно, к другим животным, потому что их в жизни интересует только охота. Поэтому там можно даже отучить от кошек, несмотря на их активность. Единственное, ну не знаю, беда, не беда, но факт охотничьих собак, они очень активны. Собака требует большой, ну, большого внимания в смысле активности, длительной прогулки, несколько прогулок, ну и, конечно, желательно с ней охотиться. Это, в общем, такая жизненная необходимость для любой охотничьей собаки. Конкретно эта порода у нас 12 лет, как появилось, ну, может, 13, и они еще все рабочие, все собаки рабочие. Ну, наверное, еще я не знал собак, которые бы не использовались или, по крайней мере, не были натасканы. Бретонские паньоли – хорошо сложенные собаки средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 46 до 52 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 14 до 18 килограммов. Отличительная особенность этих собак – короткий хвост, либо же его полное отсутствие. Бретонские паньоли нуждаются в ранней социализации и дрессировке. Если владелец самого детства занимается собакой, во взрослом возрасте она сможет прекрасно ужиться с другими домашними животными и ладить с детьми. Вообще-то собака очень хорошо со всеми уживается. Вот, ну, опять же, нельзя говорить о породе, ну, как вот, нельзя говорить о человеке, да? Люди разных рас, и они все разные. Так и собаки. Вот этот не дерется. Практически, ну, собака не дерется, уходит. Ну, и я развивал в нем это, чтобы он от больших собак уходил, маленьких не трогал. Я знаю среди этих собак довольно неуживчивые экземпляры, которые могут драться. Если собака растет с ребенком, ну, эта собака совершенно, ну, не знаю, я вот... Ну, даже сказать не еще, просто собака очень хорошо в социуме живет, вот, идеально. К людям вообще никак не подходит, не пристает, не прыгает. Он живет со мной, мы там, как бы, когда гуляем, для него это такая разновидность охоты. Ходим по парку, по двору, в зависимости, где мы оказались. Кошек любит гонять, это ничего не сделаешь, но это, наверное, беда всех охотничьих собак. Для них, хотя гоняет, ну, понятное дело, прогнать, но не съесть этот, скажем так. Если в доме у людей кошки, то собак, щенок вполне к ним привыкнет и будет жить хорошо. Бретонский паньоль – охотничья собака, поэтому при уходе за ней особое внимание стоит уделять ежедневным физическим нагрузкам. Также при содержании представителя породы необходимо заботиться о состоянии глаз, ушей, когтей и зубов животного. Что касается шерсти, уход за ней несложен. Расчесывать ее достаточно раз в неделю. Как любую собаку, ее надо время от времени мыть. Ну, когда она становится грязной, это, во-первых, ну, и чисто профилактически, если у вас собака вдруг не пачкается, вдруг такое случается, ну, там раз-два в год. Нужно чесать, потому что у него вот длинные начесы, вот за ушами, ну, это надо делать раз-два в неделю. Довольно быстро, потому что сама спина очень, ну, такая плотная шерсть, она никогда не сваливается. Вот, сейчас мы ее поставим. Так, иди, малыша моя. Вот. То есть вот расчесываются только лапы, вниз живота, вот сзади ноги начесы, штаны, ну, и уши. Надо сказать, что вот конкретно этот экземпляр довольно волосатый мне достался. А остальные, ну, так скажем, его соплеменники, они менее волосатые, то есть уход становится еще проще. С другой стороны, вот эта мелочь, которую приходится чесать, это как бы мы платим дань того, что у этих собак есть подшерсток. И зимой их не надо одевать. Они очень подвижные, много бегают. В общем, они не мерзнут. Не надо только их привязанными держать на улице, а если он двигается и просто гуляет, никакой холод ему не страшен. Средняя продолжительность жизни собак породы бретонский паньоль составляет от 13 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!